Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. У нас идет дождь, наконец-то после продолжительной жары, и поэтому я пришла в теплицу, чтобы подробно-подробно рассказать о одной, ну короче, осветить одну важную тему. Можно подольше посидеть, побеседовать. Сегодня мы будем говорить, пока здесь нет жары, о том, как подкармливать помидоры в течение летнего сезона. Это очень важная тема, и многие спрашивают, ну ежедневно приходят вопросы, как подкармливать томаты, чем подкармливать томаты, сколько раз. Скажу сразу, я говорила уже не раз, и скажу сразу, что я не сторонница фабричных удобрений. И вот эти вот мои томаты, которые уже почти вызрели многие, до сих пор я ни разу не подкармливала. Но это возможно, мне даже иногда задают вопрос, у вас все прет, как на дрожжах, все спеет, все плодоносит, вы, наверное, подкармливаете чем-то часто. Я просто, могу дать честное слово, ни разу еще не подкармливала. Но это возможно, получать такие урожаи без подкормки только в том случае, если вы осенью заправляете землю, делаете жирный продуктивный грунт, которого хватает на весь сезон. В прошлом году вообще за сезон ни разу не подкормила, но сейчас подкормлю чисто, чтобы вот как, ну для вас, чтобы все рассказать, все показать. Потому что подкормки, конечно, нужны. Не каждый может завести каждый год свежий грунт в своей теплице. Я вам показывала, у меня есть видео, кучи чернозема и кучи перегноя. Ну как по машине. Я каждый год выписываю машину свежей земли чернозема и машину перегноя перепревшего. Осенью мы все это раскладываем по теплице. Я прошу мужа с сыном, они мне помогают. Мы все заправляем, потому что я знаю, что в течение сезона вряд ли у меня будет много времени, чтобы подкармливать. Вот сейчас я не могу даже пересчитать, сколько я посадила томатов, до сих пор еще учет веду. Уже счет идет за 1200 корней. Представьте, ну как возможно подкормить 1200 корней. Их же нужно под корень всех поливать. Это просто нереально мне, одному человеку пожилому. Поэтому я стараюсь выезжать за счет питательного грунта. Но сегодня расскажу, дам информацию тем, у кого нет питательного грунта, кто не может внести перегной сразу и чернозем. Потому что черноземом я спасаюсь, я вам уже говорила. Там сбалансированные все эти микроэлементы, весь этот гумус. И если каждый год, ну как раскладывать чернозем и перегной, можно обойтись вообще без подкормок. Что я и делаю на протяжении многих лет. Но сейчас я расскажу для тех начинающих огородников, у кого возможно бедная, ну как земля, возможно нет каких-то шансов как-то ее улучшить с помощью чернозема, перегноя, чтобы помидорки вот такие были классные, красивые, вкусные. Для этого существуют фабричные удобрения. Вот сегодня поговорим именно о фабричном удобрении, комплексном. Новички должны запомнить, что в разгар лета, вот в средине лета, когда уже кончился июнь, будет июль, не нужно вносить, как подкармливать томаты, азотными удобрениями отдельно. Нужно пользоваться комплексом. Он называется, такие удобрения называются НПК. Видите, вот здесь три буквы НПК. Это по первым заглавным буквам название элемента, который туда входит. Это комплекс азот, фосфор и калий. В это время томатам нужны именно фосфор, калий и азот. Отдельно азот вносить не надо. Никакой аммиачной селитры, никакого мочевины вам не нужно. Это приведет к жированию томатов. Будут нарастать большие толстые листья в ущерб цветению и плодоношению. Вот написано, без хлора, без нитратов, безопасно. Выбирайте именно такие безопасные удобрения, потому что вы ведь выращиваете для себя, и все, чем вы покормите эту помидорку, считайте, что вы съели это сами. Это все будет у вас на столе. Поэтому я вас призываю очень аккуратно использовать фабричные удобрения. Не пытайтесь, как, не переусердствуйте, не пытайтесь наложить больше удобрения. Это не значит, что если вы больше туда наведете, польете, у вас будет огромный урожай. Нет, просто ухудшится качество плодов. Еще раз говорю, не увлекайтесь. Сегодня расскажу вам про удобрение Аннушка. Многие, может быть, его не знают, не слышали. Обычно у нас на слуху там амофоска, диамофоска, метрофоска, но есть прекрасное удобрение Аннушка, на котором, я вот уже вам говорила, написано, без хлора, безопасно, без нитратов, длительного действия, что очень важно, комплексное гранулирование удобрения НПК. Это значит азот, калий, фосфор. Вот одного килограмма, написано на 100 квадратов, хватит вам на 5 таких теплиц, вот в которые я сейчас нахожусь. У меня 3 на 8. Чтобы обработать 5 теплиц, нужен всего один такой пакет. Он стоит где-то 60-70 килограммов. Читаем. Вот то, что я говорила, азот, фосфор, калий. Но кроме этого, здесь добавлены микроэлементы, которые именно нужны сейчас нашим томатам. Вот такие вопросы, как, почему крутятся листья, но я не могу вам показать, у меня не крутятся листья, но вот есть скрученные листья, почему крутятся листья вниз, почему крутятся листья вверх, лодочка. Я уже про это говорила, что, возможно, не хватает микроэлементов. Именно тех микроэлементов, которых не хватает, они все здесь есть. Читаем. Магний, бор, медь. Некоторые обрабатывают, вот советуют, что есть макбор. Да, можно обрабатывать этим, ну, средством макбор, а можно просто взять вот такое комплексное удобрение, в котором есть все, еще и фосфор и калий, и магний, и бор, еще медь, марганец, цинк, кобальт, молибден. Про каждое рассказывать не буду, тут можно отдельный фильм снять, но все эти микроэлементы в мельчайших, малейших дозах, ну, нужны для нормального развития томатов. Пишем, ой, читаем назначение. Универсальное, бесхлорное, водорастворимое удобрение применяется на почвах любого типа, для любых садово-огородных культур. Особенно рекомендуется применять при выращивании культур, не переносящих избыток хлоридов, таких как капуста, огурцы, томаты, земляника, картофель. Именно им нужно такое удобрение, которое не переносит всяких хлорных удобрений, не задержит вредных примесей, в том числе нитратов и хлоридов. Способ применения. Для личных подсобных хозяйств рекомендуется вносить, вот по таблице указанные дозы, первую подкормку через 20 дней после высадки рассады. Это значит, что когда люди мне пишут, мы вот высадили рассаду, чем ее подкормить? Да ничем ее не надо подкармливать. Вот первые 20 дней, если вы вносили при высадке рассады, как я показывала, там зола у нас была, универсальная комплексная мы вносили, то ничего не надо. Три недели этого запаса, даже месяц хватает. И только через 20 дней можно вносить, еще раз говорю, что не переудобряйте растения, это плохо тоже сказывается. Вот в видеоролике про скручивание листьев, там был еще, ну как, может быть помните, был такой пункт, что перекармливают, когда удобрениями фабричными лист тоже крутится, растение быстро реагирует, ему не нравится переизбыток. Так вот, первая подкормка через 20 дней после высадки. Это значит, что если вы, вот например, в наших северных регионах, в Сибирских, высадили в традиционные сроки 10 июня, то сейчас как раз пришла пора первый раз подкормить томаты. 10 плюс 20 равняется 30. Сегодня 30 июня. Вот 30 июня, 1 июля, 2 июля, это те сроки, когда нужно делать первую подкормку. До этого ничего не нужно делать. Ну, конечно, вот если я высадила раньше, мне нужно было подкармливать раньше, но я еще раз говорю, я не подкармливаю, потому что я делаю, готовлю грунт с осени. Дальше читаем про подкормки. Вторая. В начале формирования плодов или корнеплодов. Подкормки вносить в сухом или растворенном виде. Дальше вся эта таблица, не буду ее читать. Главное то, что я вам хочу донести. Первую подкормку делаете только через 3 недели после высадки, и вторую, когда начинают формироваться плоды. Вот, например, начались у вас завязи, завязи, даже не такие, а пусть они поменьше будут. Сейчас покажу, какие поменьше. Сейчас перейдем на другой. Вот, начались вот такие завязи. Можете делать вторую подкормку, потому что в период образования завязи, естественно, растению требуются дополнительные силы, дополнительное питание. И вот такое удобрение, комплексное, НПК, оно может помочь. На каждом удобрении есть таблица, в соответствии с которой можете растворять и поливать. Можете в сухом виде при рыхлении, при окучивании заделывать эти гранулы. Это выбирает каждый сам. Я этим видеороликом, основная мысль, которую хотела до вас донести, что часто подкармливать томаты нельзя. Потом будете спрашивать, а что с моими томатами? Начались пятна, пожелтели листья, крутятся листья трубочкой. Это все может быть следствие злоупотребления вот такими удобрениями фабричными. Вторая мысль. В разгар лета, в период плодоношения, в период завязывания плодов не нужно удобрять отдельно азотосодержащими. Только комплексами, НПК. Для начинающих садоводов лучше брать вот такие готовые. Опытные садоводы часто делают сами универсальное комплексное удобрение. Для этого можно взять суперфосфат, немножко мочевины, немножко золы. Все это перемешивается, делается вытяжка, настой и все это удобряется. Но начинающим садоводам самим делать комплексные удобрения я не советую. Можете сжечь растения, дозировку превысить, опять это будет в ущерб вам. Все. Покупайте бесхлорные, безопасные, не превышайте дозировку, указанную в таблицу. Пользуйтесь аккуратно, не перекармливайте. И тогда у вас на столе будут очень вкусные, очень сладкие, безопасные плоды, томаты. Все мои видеоматериалы, все мои заметки размещены у меня на странице в Одноклассниках. Найти очень легко. Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Добавляйтесь в друзья и все видеоматериалы, все заметки вы будете получать по рассылке. Вырастить хорошие томаты очень просто. Главное, внимательно относитесь к условиям их содержания. Не кормите их чем попало. Они тоже все это понимают и не любят, когда их пичкают чрезмерно или там не тем чем нужно. Вот именно в разгар лета подкормите комплексным удобрением. У вас будет хороший вкусный урожай и безопасный. До свидания. Желаю всем выучить, изучить потребности своих растений, знать, что они хотят и когда они хотят. До свидания.